Андрей, скажите, пожалуйста, откуда берутся мысли, как они материализуются? Спасибо. То, что я вам скажу, отличается от того, что можно где-либо прочитать. Мысли, как устроен человек. Человек, в нем есть три компонента. Так пишут эзотерические книги. Есть компонент, который называется душа. Это компонент, который чувствует. Ребенок рождается с чувствами. В его голове не возникают еще мысли, но уже возникают чувства. То есть он приблизительно так это все ощущает. Что-то большое, красивое — это мама. И потом со временем формируется многократное повторение или многократное накопление рефлексов по пирогову, которое формирует некий синапс, на который и через дендриты аксоны формируется синаптическая взаимосвязь этих подсознательных импульсов или рефлексов, подтверждающихся многократно, которые формируют в дальнейшем синапс, и этот синапс, на него одевается ячейка, которая называется слово или слог. Таким образом формируются синаптические связи, ментальное ядро человеческого сознания. Но вначале появляется у нас состояние, которое называется душа. Человек рождается душой, целью которой является испытывать состояние, чувствовать радость или чувствовать страдания. Как правило, душа настроена на то, чтобы постоянно чувствовать что-либо. Чувствует душа. Душа своими чувствами, которые находятся в груди, в сердце человека, в загрудинном пространстве. При этом объяснение этого с позиции нашего сознания найти невозможно. Почему одного человека, почему если мозг существует и там есть сознание, то мы можем удалить часть мозга и теряется сознание. Но душа при этом, она все равно находится у человека. Поэтому человек хоть умный, хоть не умный, он может чувствовать и чувствовать. Есть душа у всех животных, поэтому все животные могут чувствовать. А из души появляются некие флюиды, которые поднимаются в голову, и это формирует уже наш голос внутренний. Вот этот внутренний голос называется нашим духом внутренним. И то, что с вами разговаривает, называется вашим персональным духом. Вот этот ваш персональный дух, он не взаимосвязан с вашей душой. Ваша душа чувствует, ваш персональный дух, он может разговаривать. Как происходит подселение? Подселение обычно происходит при внедрении какого-либо духа, который называется голодный дух, который влазит в человека каким-то образом через половые органы во время мастурбации и анонизма. Он может во время отключения влазить через запои, через претензии, через какие-либо... Это может быть за счет внедрения, за счет долгов или за счет влияния, деструктивного влияния планеты или даже проклятий. И как это проявляется в нашем сознании, такой дух входит к нам в голову или входит в сердце, начинает шевелиться, его шевеление люди ощущают, и что-то в голове дополнительно начинает еще разговаривать. То есть так наш дух, он разговаривая с нами, и мы его слышим как персональный внутренний разговор, и тут вмешивается еще какой-то разговор, который начинает материться, злиться, обижаться, дуреть и так далее. Это уже внедренный дух, который не связан с вашим духом. По-другому, если отставить эзотерическую идею, этот дух, его можно назвать нашими синаптическими откликами или нашим сознанием, реакцией наших дендритов акционов, реакцией работы нашего мозга, больших полушарий, рефлексов и так далее, семантики. Но в целом эзотерика объясняет это как присутствие нашего внутреннего духа, одного духа. Дух может разделяться или дух может расщепляться, но сейчас не об этом. В случае, если вы слышите какой-либо разговор в себе, который не соответствует вам, то не обращайте на него внимания, а ругайте его и говорите, «Я не хочу слышать, это не мое, и покинь меня, иди вон». Таким образом, человек, как ни странно, может помочь человеку справиться с начальными такими состояниями, когда дух какой-либо чужой или чужеродный начинает в вас вселяться. Но миром этим управляет душа, как ни странно. Поэтому чем приятнее человеку в душе, тем прекраснее события жизни вокруг человека создаются. А дух в нем нет приятного и неприятного. Он может как бы и инициировать объяснение того, что происходит. Он может перевести вам, что это цвет зеленый или красный. Но чувства возникают без вот этого всего. Они просто либо есть, либо нет. И отделение души и духа является, и понимание души и духа и тела является основой эзотерики. Поэтому где происходят наши мысли или как они происходят? Сначала создаются события мира, которые ощущаются нашей душой. После этого эта душа создает флюиды. Эти флюиды поднимаются и создают наши мысли. Таким образом мир управляется через вот такие флюиды. И многие люди, которые занимаются эзотерикой и тем, чем я занимаюсь, прекрасно это понимают, знают, как создавать у других людей какие-либо состояния, образы и так далее. Тут тоже.